Слово В следующих словах, которые мы сейчас с вами прочитаем, огромная сила. Сказав сие, Иисус в английском переводе пошел вперед, отправился вперед. Куда же Он направляется? Он направляется в когти смерти. Но не для того, чтобы смерть Его поглотила, а чтобы Он, Христос, поглотил смерть. Он, Христос, поглотил смерть смерти на Голгофском кресте. Смерть будет поглотить на Христос и смерть. Концы. Чтобы заколоть смерть своею смертью. Это произошло в настоящем месте, в настоящем времени, как Христос переходит в настоящую географию. Он идет в деревню, в маленьком велике, сделанную через маленькую стриму, называемую Кидрин. Он находится на северной стороне, на стене Иерусалима. Напоминаю вам, что все это происходит в конкретное время, в конкретном месте. На восточной части Иерусалимской стены есть поток Кедрон. Этот поток обрамляет такую небольшую долину, и там находится сад, Гефсиманский сад. И туда, в это конкретное время, в конкретное место, направляется Иисус со Своими учениками. Второй стих говорит, знал же это место и Иуда, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Иуда там был неоднократно. Иуда там был со Христом. Вы видите, Иудас имеет токены интимности, без реальность интимности с Христом. Иуда похож на человека, который имел общение со Христом, но на самом деле он этого общения не имел. Есть люди, которые проявляют признаки общения со Христом, не имея самого этого общения. Каковы признаки общения со Христом? Ну, например, у него в руках деньги, у него в руках деньги Христа, потому что у него сокровищница этого служения, он хранитель этих денег, денежных средств. Он рядом со Христом, он близок ко Христу, на тайной вечере он опускает руку в чашу вместе с рукой Христа. Более того, Иисус сам предлагает ему тот хлеб. Он знает, где будет Иисус, и поэтому он приходит в сад, чтобы найти его там. Более того, ему позволено прикоснуться к лицу Господа Иисуса Христа. Он целует его в щеку, целует то самое лицо, которому вскоре предстоит быть обезображено. Ему даны признаки близкого общения со Христом, хотя этого близкого общения, подлинной близости со Христом он не знает. Нет. Ему даны возможности, но он не знает подлинной благодати. Не путайте одно с другим. Есть масса людей, которым даны огромные возможности, огромные привилегии, но они так и не знают благодати Христовой. Обратите внимание на третий стих. Он приходит с римской армией. У них в руках фонари и светильники. John 1 said that in him was life, and that life was the light of men. Напомню, Иоанна 1 глава. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. Они же приходят с фонарями и светильниками, чтобы найти Того, Кто есть свет миру. В Иоанна 8 Иисус говорит «Я свет миру». Они же направляют свет сотворенный, свет сотворенный на несотворенный вечный свет, каковым и является сам Христос. Они пришли с фонарик направляют на Солнце. Мы читаем также, что они пришли с фонарями и светильниками, и оружием. Вспомните еще раз слова Иоанна. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. Они пришли сжать свет, который был сжим человеком, чтобы они могли убить его. Они направляют свой свет, свои фонарики на Того, Кто есть свет миру. Они приносят оружие, чтобы убить Того, Кто есть жизнь. Что еще может быть более несопоставимым? Что еще может быть более неуклюжим? Помните слова апостола Иоанна в 13 главе Евангелия. Иисус знал, что Бог все отдал в его руки. Иоанна 13, 3. Иоанна 13, 11. Иисус знал, зная предающего Его. Иоанн 18, 4. Иисус, зная все, что с ним будет, вышел навстречу им. Смерть Иисуса Христа, Сына Божия, определяется пятью факторами. Два из них связаны с человеческим грехом, поступки иудейских вождей, поступки римских правителей. Есть два божественных компонента, исполнение ветхозаветных пророчеств и власть Божия, владычество Божие, которым Он устроил все эти события. И еще есть богочеловеческий фактор, ибо главный участник этих событий, сам Иисус Христос, богочеловек. Даже если бы апостолы захотели сами придумать какой-нибудь более или менее правдоподобный рассказ о смерти своего героя, они бы не смогли составить все события, они бы не смогли подстроить все события, потому что те события предполагают действия их врагов. What we see is the playing out of a divine plan, which manages to incorporate the wickedness, the wickedest components of human sin to effect the greatest expression of God's love. Перед нами разворачивается Божий замысел. По этому замыслу Божия любовь выражается, проявляется, среди прочего, и через действия самых греховных, самых злых составляющих человеческой природы. В Евангелии от Иоанна 18 глава перед нами разворачиваются те же события, что и в книге Бытие 3 глава. Те же, но в обратном порядке. В 3 главе книги Бытия человек согрешил против Бога, Бог обещал за этот грех смерть, Бог обличает человека, но проявляет к нему милосердие. Встреча, вот эта конфронтация произошла в саду, в Эдемском саду. В Евангелии от Иоанна 18 глава тоже самое, но наоборот. Не согрешивший Бога человек за ним приходят и к нему не проявляют никакой милости. И опять-таки, эта конфронтация, эта встреча происходит в саду. Мы отметили в начале Дискорса, что Джон нас уверил больше всего, что Иисус знал, что Иисус знал, что должно произойти. В Евангелии от Иоанна 18 глава 4 стих мы знаем, что Иисус знал все, что с ним будет. Он не просто знал, он это сам и устроил. Мы с вами уже читали вчера эти слова, сказав сие Иисус вышел или Иисус пошел, отправился вперед. А в 4 стихе Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел или пошел вперед. Иисус спрашивает тех, кто за ним пришли, кого ищете? Ему отвечают, Иисус и Назарея. В Евангелии от Иоанна мы нашли несколько случаев, когда Иисус говорит о себе «Я есмь». 6.35 «Я хлеб жизни». 8.12 «Я свет миру». 10.7 «Я дверь овцам». 10.11 «Я пастырь добрый». 11.25 «Я воскресенье и жизнь». 14.6 «Я путь и истинной жизни». 15.1 «Я истинная виноградная лоза». В первой же части курса мы с вами говорили о важности Евангелия от Иоанна 8 глава 58 стих. 15.1 «Я есмь». 15.1 «Я есмь». Это очень важно, потому что в исходе третья глава Бог направляет Моисея, чтобы тот шел и говорил с фараоном египетским, самым могущественным владыкой на земле, властителем на земле. 15.1 «И Моисея отвечает, ну как же я пойду и скажу, что Бог меня сюда направил, Бог меня это повелевает?» 15.1 «Тогда фараон спросит, а какой же Бог?» 15.1 «Естественно, фараон был политеистом, он поклонялся тысячам богов». 15.1 «И Моисей говорит, как я тебя ему представлю, Боже, кто ж ты такой?» 15.1 «И вот в тот момент, в тот определяющий исторический момент, обращаясь к Моисею из горящего куста, Бог Израиля открывает свое имя. 15.1 «Имя» это образовано как форма еврейского глагола «хая» – «быть». 15.1 «Имя» это «я есмь» по-русски «я сущий» – «яхве». 15.1 «И вот Евангелие от Иоанна, восьмая глава, Иисус говорит о том, что Авраам рад был увидеть день мой, он радовался. 15.1 «И его враги говорят, как же такое может быть? Тебе 50 лет еще нет, а Авраам уже видел твой день? Или ты видел Авраама? Как такое может быть?» 15.1 «И в тот ключевой момент, написано в Евангелии от Иоанна, восьмая глава, пятьдесят восьмой стих, Иисус говорит ключевые слова. 15.1 «Эго эйми» – «я есмь» прежде чем Авраам был «я есмь». 16.1 «И тогда они взяли камни, чтобы побить его, потому что они отлично поняли смысл его слов. Он называл себя тем самым, кто обращался к Моисею из горящего куста». 16.1 «И вот интересно, что хотя мы обычно не называем Иоанна 8, 58 в списке высказываний Христа, где он говорит о себе «я есмь», на самом деле это высказывание непосредственно принадлежит вот к этой самой группе, потому что он называет себя Богом, называет себя тем самым ветхозаветным Богом Израилевым. Есть еще одно высказывание «я есмь» или «это я». Находится оно в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 5 стих, и мы часто и этим высказыванием также пренебрегаем. Ему говорят в 4 стихе, в 4 стихе он говорит «кого вы ищете». В 5 стихе ему отвечали «Иисус и Назарея». Иисус говорит им «это я», по-гречески «эго эми». То, о чем говорится в 6 стихе, мы так же часто упускаем. Даже в картинах на религиозные сюжеты отражается это не так часто, как хотелось бы. И когда сказал им «это я», они отступили назад и пали на землю. Задумайтесь, перед невооруженным иудейским плотником предстает отряд вооруженных до зубов римских воинов. И вот когда он говорит им «это я», «эго эми», «они падают на землю». Вот вам сила его самооткровения. Эта сцена и величественна, и забавна. Целый отряд римских воинов падает на землю перед невооруженным иудейским плотником, перед силой его слова. Блаженный Августин, великий святой христианской церкви, так комментирует эти слова. Если Сын Божий так действовал, действовал на своих врагов, когда собирался отдать себя на суд, то каково же будет его действие, когда он призовет на суд грешника? Иисус опять спросил их «Кого ищете?» Они сказали «Иисус и Назарея». Обратите внимание теперь на 8 стих. И задайтесь, пожалуйста, одним вопросом, и постарайтесь на него найти ответ. Я сейчас прочитаю этот стих, а вы послушайте внимательно и скажите, какое ключевое христианское учение проявляется на практике в этом стихе? Иисус отвечал «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их. Пусть идут». Иисус отвечал «Итак, какое же? Какое христианское учение здесь?» Кто душ свое отдаст на друзей своих. Это его принцип, это его заповедь. А какое богословское учение, название учения, если можете, которое здесь проявляется на практике? Может быть то, что жертву забрегу? А теперь конкретнее, назовите, пожалуйста, я хочу узнать, услышите от вас название вот этого учения. Скажите, если можете, назовите, пожалуйста, богословский термин. Так, вот тепло было, когда сказали искупление. А конкретно, какой аспект искупления? Да, именно, заместительная жертва. Молодец, учение о заместительной жертве. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok